Еженедельные сведения о нарушениях правил дорожного движения в Белореченске остаются тревожными. 396 человек привлечены к административной ответственности. Из них 13 человек лишились права водить машину. В трех дорожно-транспортных происшествиях есть пострадавшие пешеходы и один велосипедист. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дорога – территория закона». Днем 15 марта на автодороге Белореченск-Нижневеденеевский 60-летний житель Мостовского района, управляя автомобилем Hyundai, сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 58-летний житель Белореченского района, госпитализирован в Центральную районную больницу. Вечером 17 марта на автодороге Белореченск-Геогинская 22-летний житель Республики Адыгея, управляя автомобилем Сан-Йонг, сбил пешехода, который шёл по проезжей части дороги в тёмное время суток на неосвещённом участке. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 37-летний житель Белореченска, госпитализирован в районную ЦРБ. Днём 19 марта в посёлке Родники на улице Норильская 42-летний житель Белореченска, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на велосипедиста, 14-летнюю жительницу Белореченского района, двигавшуюся по главной дороге. В результате ДТП девочка доставлена в Белореченскую ЦРБ. В связи с началом велосезона наша телерадиокомпания и отдел Белореченского ГИБДД напоминает, велосипедисты от 7 до 14 лет должны двигаться только по тротуарам, пешеходными велосипедным дорожкам, не создавая помех пешеходам. Пересекать дорогу по зебре на велосипеде запрещено. Велосипедисту необходимо перейти дорогу пешком, а велосипед катить рядом с собой. В вечернее время и плохую погоду важно, передвигаясь на велосипеде, носить одежду со светоотражающими элементами. Все велосипедисты должны знать правила дорожного движения и следовать их требованиям. Редактор субтитров А.Семкин